Крылатская Издавна славились эти места Сюда приезжали отдыхать Живописные холмы и овраги привлекали дельтапланиристов, горнолыжников И неспроста именно здесь был создан спортивный центр международного значения Вслед за сооружением спортивного комплекса По генеральному плану развития Москвы предстояло построить в Крылатском жилой район По проекту, жилой район входит в состав западной планировочной зоны Москвы Городостроительным экспериментом назвали возведение района Суть эксперимента – комплексная застройка Что же это значит – комплексная? Во-первых, выдержана технологическая последовательность строительства Сначала проведены коммуникации Затем проложены дороги И только когда территория для строительства подготовлена полностью Возводят здания А во-вторых, комплексность – это одновременное строительство жилых домов И объектов социального и культурно-бытового назначения В-третьих, их одновременный ввод в эксплуатацию Всмотритесь, как необычно выглядят эти кварталы Киносъемочная группа зафиксировала тот короткий миг Когда все готово к встрече новоселов В застройке района использованы типовые проекты жилых зданий, испытанные практикой Это комфортабельные дома, предназначенные сегодня для массового жилого строительства Но и в эти типовые дома проектировщики ввели новшества Встроенные в первые нежилые этажи помещения для предприятий бытового обслуживания И встроено пристроенные продовольственные и промтоварные магазины Экономически такое строительство выгоднее по сравнению с возведением отдельно стоящих каркасных зданий Почти в полтора раза Решается и задача комплексной застройки Жилье и предприятие обслуживания вводятся одновременно В композиции Крылатского удачно использован ландшафт С перепадами рельефа от 6 до 14 метров Перепады рельефа создают естественные террасы, на которых возвышаются здания Возникает гармония жилого массива и окружающей среды Основной въезд в Крылатское со стороны Рублевского шоссе Улица Маршала Устинова, главная улица района В центре этой улицы универсам Который, между прочим, вошел в эксплуатацию еще до заселения района Тогда он обслуживал строителей Крылатского И в этом проявился комплексный метод застройки Для новосела здесь есть сразу все, что нужно человеку в быту Автобусные маршруты пока основная транспортная связь с другими районами Москвы В дальнейшем сюда проведут метро Станция метро Крылатская будет расположена здесь же, на улице Устинова Только что заселенные кварталы Крылатского более благоустроены, чем многие давно обжитые районы И это результат комплексного строительства Потому что сразу было решено принимать все одновременно И здание, и территорию Индивидуальность району придает система автономных дворов Это пока что редкость для новостроек Здесь архитекторы используют новые композиционные решения в организации пространства Игровые площадки для детей, места отдыха, открытые автостоянки Между группами жилых домов расположены детские учреждения Такое размещение позволяет максимально приблизить к жилью школы и детские сады Дети ходят в них, минуя транспортные магистрали Архитекторами учтено, сколько юных жителей поселится в Крылатском Значит, комплексный метод Это не только одновременное строительство И не только одновременный ввод в эксплуатацию жилья и предприятий социального культурно-бытового назначения Но и точный расчет на количество жителей и на их потребности в быту 100 тысяч москвичей, жители нового района Проект застройки района Крылатское разработан управлением МОСПРОЕКТ-1 ГЛАФАПУ Города Москвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...